Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели, докладчики наши. Мы продолжаем нашу школу по этике и по ровным вопросам. Я хочу сказать, что на самом деле достаточно много народу присутствует обычно. После этого и вопросы задают, и нам очень это приятно. И сегодняшние лекции я очень долго ждала. Мне очень интересна эта тема, очень близко, потому что я всю жизнь занимаюсь профилактикой рождения больных детей. И, честно скажу, может быть, мы не все правовые вопросы до сих пор знаем в свете последних событий. Поэтому для нас это будет очень важная тема, мы будем с удовольствием ее слушать. И я с удовольствием хочу представить Лапаеву Валентину Викторовну. Это доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора философии и права, истории и теории государства и права, Института государства и права Российской академии наук. Добрый вечер, вам слово. Спасибо, Жанна Ивановна. Прежде всего, я очень признательна за возможность выступить в такой интересной и значимой для меня аудитории. Вообще, мой небольшой скромный опыт общения с медиками был крайне интересным и очень полезным. И я очень надеюсь, что и вы этот час с ним потратите курс. Уважаемые коллеги, знания как биоэтика, мы с вами все коллеги, осваивающие новое пространство в мире дисциплинарного общения. И все усилия, в том числе и усилия ассоциации врачей-репортологов по созданию площадок для... Валентина Викторовна, извините, пожалуйста, вырываюсь. Да. Сегодня хуже звук, какой-то не то шум, в прошлый раз было лучше. Так. Какой-то фон такой идет. Сейчас. Так. Вот час лучше стало. Лучше, да? А, хорошо. Да. Я поняла все. Вот я нормально. Да, хорошо. Сейчас опять начинается как-то. Ну, может быть... Так, а можно чуть-чуть поближе? Поближе, да. Поближе. Да. Все. Так и нормально. Хорошо, я хочу сказать, что вот мы сейчас с вами... ...междисциплинарного взаимодействия, и все усилия в этом направлении представляются исключительно важными. И значение таких семинаров, ну, вебинаров, как сейчас говорят, я связываю не столько с обменом мнениями по актуальным вопросам, сколько с необходимостью для медицинского сообщества, как особого института гражданского общества, вырабатывать с опорой на специалистов другого профиля, консолидированную позицию по стратегии развития репродуктивной медицины, а также формировать такие институты социального контроля за деятельностью в этой сфере, которые сейчас явно необходимы по ситуации. И вот, конечно, для такого общения нужны не только юристы, нужны философы, нужны экономисты, психологи, все, кто занимается так или иначе проблемой человека. Но вот в этом сообществе научном медиков и юристов объединяют то обстоятельство, что мы с вами подходим к этой проблеме с точки зрения интересов человека. То есть мы не рассуждаем, как экономисты, чего стоят те или иные медицинские мероприятия и процедуры. Мы не рассуждаем, как политики и политологи, которые говорят, что Россия – это огромная страна, с большой территорией убывающим населением, что нам надо что-то делать с нашей демографией и так далее. Мы исходим из того, что если человек хочет иметь детей, то медицина должна ему максимально в этом помочь, а право, ну, как минимум, не создавать лишних ограничений. С точки зрения права лишние ограничения – это ограничения, которые выходят за рамки формулы, согласно которой права человека могут быть ограничены для защиты прав другого человека и для защиты тех ценностей общего блага, которые являются условием реализации прав человека. Вот с позиции такого подхода я и буду рассматривать заявленную проблематику и сразу же скажу, что этот подход закреплен в Конституции Российской Федерации, и в частности, ну, непосредственно такие формулировки можно вычитать из статей 17 и 53, но и посредственно в целом ряде других статей Конституции. Теперь, переходя уже, собственно, к заявленной тематике, думаю, что надо начать с того определения вспомогательных репродуктивных технологий, ну, я буду говорить ВРТ, которое закреплено в законодательстве. Ну, это определение вызывает ряд вопросов. Как представляется, оно, во-первых, не вполне корректно, ну, так на мой взгляд, и слишком узкое. В статье 55 закона об основах охраны здоровья Российской Федерации под вспомогательными репродуктивными технологиями понимается метод лечения бесплодия. Однако, насколько я понимаю, бесплодие само по себе – это не болезнь. Бесплодие может быть результатом болезни, а может и не быть. И люди, которые, например, успешно прошли ЭКО и родили ребенка, или люди, которые получили желаемый результат через суррогатное материнство, они же не излечились от бесплодия. Ну, бывают, конечно, какие-то чудеса, что когда женщина, став матерью с помощью технологий, потом начинает беременеть рожать сама, но это, скорее, что-то из области психологии. Нельзя сказать, что ВРТ, как иногда пишут в литературе, это комплекс медицинских процедур, направленных на достижение пациенткой беременности. Потому что, например, в случае суррогатного материнства беременность наступает совсем не у пациентки. Поэтому, точнее, конечно, говорить о преодолении бесплодия. Более того, при применении технологии плантационной диагностики задача заключается не только в преодолении бесплодия, но и в рождении именно здорового ребенка. Ведь ЭКО в совокупности с ПДГ является методом профилактики наследственных заболеваний, о чем, собственно, говорила Жанна Ивановна. Кроме того, с 2017 года в России ПГД применяется и как этап процедуры лечения больного сиблинга, когда клетки, полученные из пепловины крови в природах, используются для лечения старшего брата или сестры. А между тем, из действующего законодательного определения ВРТ выпадает вот вся преимплантационная диагностика, которая сейчас является, наверное, наиболее перспективным направлением не только в сфере ВРТ, но и в области биотехнологии в целом. Прежде чем перейти непосредственно к теме моего выступления, необходимо хотя бы в общих чертах обозначить контуры более широкой правовой проблематики, в рамках которой я буду рассматривать специфические этико-правовые проблемы генетической диагностики в рамках ВРТ. То есть необходимо дать краткий обзор основных направлений правового обеспечения генетической диагностики в целом. Здесь прежде всего нужно выделить все, что связано с разработкой стандартов сбора, хранения, обработки генетических данных. Эти стандарты должны быть выстроены таким образом, чтобы гарантировать соответствующие права пациента. На слайде я их перечислила, сейчас не буду на это терять время. Другая группа проблем правового обеспечения генодиагностики связана с правовыми институтами добровольного информированного согласия пациентов и врачебной тайны. Оба эти правовые институты в целом прописаны в российском законодательстве и, в общем-то, соответствуют международным стандартам. Учтены международные документы, гарантирующие право человека знать и его право не знать о результатах геномного исследования. Однако тут есть значительные ресурсы, совершенствованные в сфере реализации действующего законодательства, и ресурсы эти связаны с более детальной проработкой форм информированного добровольного согласия пациентов, с созданием современной системы генетического консультирования. И здесь еще огромные резервы для, как говорится, даже несовершенствования, для того, чтобы начать что-то делать. Задача поиска баланса между защитой личной и семейной тайны человека и правом кровных родственников пациента, иметь доступ к жизненно важной для них информации и так далее. Эти общие направления правового обеспечения всех видов генетической диагностики мной рассматриваться не будут. Каждая из этих тем, в общем, заслуживает, может быть, специального отдельного разговора со специалистами, которые занимаются этой проблематикой. Я остановлюсь на специфических проблемах при имплантационной и при натальной генодиагностике, именно на тех проблемах, при решении которых право наиболее тесно прикасается с биоэтикой. Основные тезисы, которые я при этом хочу вынести на обсуждение, звучат так. Первое. Регулирование отношений в сфере репродуктивной медицины осуществляется с помощью соционормативных регуляторов, основу которых составляют нормы права, морали и религии. При этом законодательное регулирование, и в России, и вообще во всем мире современная практика так складывается, что законодательное регулирование, сталкиваясь со сложными этико-правовыми проблемами, имеют склонность руководствоваться не правовыми по своей природе нормами, а моральными и даже зачастую морально-религиозными принципами и нормами. Между тем, право, мораль и религия – это не только сущностно различные, но это и конкурирующие между собой соционормативные регуляторы, смешение которых ведет к снижению их общего регулятивного потенциала. То есть задача стоит в том, чтобы их разграничить в пространстве биоэтики. Если говорить более конкретно, то с точки зрения права задача заключается в поиске юридических конструкций, которые могли бы учесть моральные аспекты проблемы, не подменяя при этом правовое регулирование, апелляции к моральным, а тем более к религиозным ценностям и нормам. И здесь нужно хотя бы коротко сказать о том, что проблема разграничения права и морали является центральной философией права, и сложились три основных подхода к ее решению. Первый подход, который вообще на протяжении многих веков был наиболее популярным, можно сказать, вплоть до Второй мировой войны. Первый подход разграничивает право и мораль по формальным, то есть несодержательным критериям. С позиции этого подхода любая, в том числе и моральная норма, если она закреплена в законе или в судебном прецеденте, в рамках системы прецедентного права, вот если она закреплена в таком акте, отвечающим требованиям определенной процедуры создания этой нормы, то такая норма считается нормой права. То есть, по сути дела, это отождествление закона или прецедента с правом как явлением, не имеющим собственной сущности. Второй подход, который я придерживаюсь, также разграничивает право и мораль, но делает это по сущностному критерию, то есть рассматривает право и мораль. Мораль, в данном случае мы включаем в себя светскую и религиозную мораль. Рассматривает как сущностно различные социальные феномены, каждый из которых имеет свой собственный сущностный признак или принцип. Таким сущностным признаком или принципом является признак, который присутствует всегда в данном явлении и всегда отсутствует в любом другом явлении. Вот это называется сущностным принципом. Для права таким сущностным принципом является принцип формального равенства людей в их свободе. Реализация этого принципа на практике ведет к формальной справедливости, обеспечивает таким образом. А для морали сущностный принцип – это принцип любви как милосердия. В светской морали – это любовь к человеку, а в религиозной морали – любовь к Богу и через него к человеку. Вот с позиции такого подхода популярной в современной биоэтике концепт «равное право на милосердие» – это противоречие в понятии. У человека нет права на милосердие, потому что у него нет права на любовь. Даже на обыденном уровне хорошо известно, что насильно не будешь, а право – это всегда нормативная система, связанная с принуждением. Но у человека есть право на равную с другими свободу, которая включает в себя принцип компенсации незаслуженной социобиологической слабости человека, направленной на подтягивание его до некого принятого в обществе уровня равных стартовых возможностей. Вот этот момент принципиально важный. такая компенсация, которая, ну, она компенсирует незаслуженную социобиологическую слабость индивида, делая его, как говорится, конкурентоспособным в современном обществе. Вот такая компенсация – это не благотворительность, как иногда считают, основанная на милосердии, а это реализация равного права человека на свободу, то есть на свободу, равную другими. Это второй подход, которого я буду придерживаться, поэтому я так на нем подробнее остановилась. И третий подход, который доминирует в современной биоэтике, он исходит из того, что право не отделимо от нравственности. Нередко говорят, что законодатель при выработке правовой нормы ориентируется на некий минимум нравственности, а судья, сталкиваясь с неоднозначной интерпретацией закона или с отсутствием надлежащего к инцидентам, руководствуется соображениями морали. В сфере биоэтики вот такое представление о едином морально-правовом нормативном комплексе вполне понятно и оправдано. Оно очень хорошо укладывается в четыре базовых принципа биоэтики, сформулированных его основателями Бичемпом и Чилдерсом. И принципы, я напомню, звучат так. Первое – это уважение автономии пациента, второе – справедливость, третий принцип – не навреди, и четвертый принцип – делай благо. Вот первые три принципа полностью соответствуют пониманию права как равной свободы, ну, разумеется, при их принадлежащей юридизации, то есть правовой интерпретации. А вот принцип делай благо, то есть буквально благотворительность, то есть принцип милосердия, относится к сфере морали. И эта сфера включает в себя общественную мораль, корпоративную мораль медико-биологического сообщества и индивидуальную мораль врача и исследователя. И уже само наличие этих разных версий морали демонстрирует необоснованность ее претензий на статус общезначимого регулятора. Таким общезначимым регулятором может быть только право, как равенство людей в их свободе. Вот именно в таком моральном, неюридизированном виде этот принцип заключен, закреплен в статье 2 Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины. Или, короче говоря, Конвенция по биоэтике, так она обычно называется. Вот согласно этой статье 2, то есть такое основополагающее для данного документа норме, интересы и блага отдельного человека превалируют над интересами общества или науки. Но здесь, прежде всего, вызывает недоумение уже то обстоятельство, что в Конвенции, то есть это юридический договор, то есть это акт, посвященный правам человека. Но здесь говорится не о правах человека, а о интересах и даже благе отдельного человека. Между тем, когда мы говорим о праве человека, то право всегда является итогом согласования интересов отдельного человека с интересами любого другого человека, а через них с интересами общества, государства, науки, человечества в целом. Когда речь идет об интересах и благе человека, а не его праве, то потомное согласование не подразумевается. Показательно, что во всеобщей декларации о геноме человека, принятой всего через полгода после конвенции по биоэтике, говорится иначе. Там говорится, что никакие исследования в области генома человека не должны превалировать над уважением прав человека. Ну и в ряде других норм так называемого мягкого права, потому что из жесткого права в сфере биоэтики только одна конвенция европейская. Но есть много норм мягкого права, где говорится об интересах и благе человека, где о правах человека. В общем, какая-то неясность здесь присутствует. И она порождает такую правовую неопределенность данного документа, которая является одной из причин неподписания этой конвенции целебрянным государством. Вот из 47 государств членов Совета Европы конвенцию, открытую для подписания в 1997 году, не подписали 12 государств, в том числе и Россия, а не ратифицировали 18 государств. Ну вот после такого вступления, может быть, несколько затянувшегося, но мне представляется совершенно необходимо об этом сказать, чтобы был какой-то общий язык у нас для разговора. Вот после этого я уже перехожу к тому, что связано непосредственно с преимпуляционной генетической диагностикой, ну я буду говорить ПГД. Так гораздо легче. Главная этика правовая проблема, связанная с ПГД, заключается в том, что эта процедура имеет дело с селекцией человеческих эмбрионов, то есть феноменов, обладающих особым статусом. Некоторые говорят особо моральным статусом, некоторые говорят особо правовым статусом, но я предпочитаю говорить особо антологическим статусом. Особый антологический статус, в общем-то, этого феномена, который подвергается селекции отбраковки и уничтожению, в общем, вызывает целый ряд вопросов и дискуссий. И в настоящее время ни в научном сообществе, ни тем более в широких слоях населения нет единственного вопроса о том, возможно ли в принципе, с моральной и правовой точки зрения, вот подобные манипуляции с человеческими эмбрионами инвитра, и если возможно, то в каких пределах. В мировой биомедицинской практике сложились разные правовые подходы к решению этой проблемы. Общая характеристика сложившейся здесь ситуации в Европе дана в решение Европейского суда по правам человека в деле Парилла против Италии в 2015 году. Суд дела такова. Заявительница после смертной партнера обратилась к Риобанк с тем, чтобы передать свои эмбрионы для научных исследований, и ей было отказано с засылками на итальянское законодательство. Она обратилась в Европейский суд. Европейский суд не стал решать этот вопрос по существу, сославшись на отсутствие европейского консенсуса, но провел такую очень дотошную, большую научную работу по анализу состояния дел в разных странах Европы, и, собственно, сделал такой вывод, что в Европе существует большой разброс позиций по вопросу о правовой регламентации манипуляции с человеческими эмбрионами. С одной стороны, в таких странах, как Андорра, Латвия, Хорватия и Мальта, любые исследования эмбриональных клеток прямо запрещены законом. Однако эти страны не относятся к числу биотехнологических лидеров, поэтому ситуация там непоказательная. Для них эта проблема неактуальна. С другой стороны, в 16 странах, как говорит Европейский суд, данный вопрос не регулируется. При этом, как там сказано, некоторые из этих стран применяют, скорее, ограничительный подход, например, Турция и Украина, а некоторые, и тут, в общем, в качестве единственного примера, приводится Россия. Это пример такой незапретительной практики, которая сложилась в России. Это не совсем точная характеристика ситуации в России, может быть, даже и совсем не точная. Я потом еще к этому вернусь. Ну, к этому можно добавить, что особый подход к проблеме принят в США, где вообще не существует федерального законодательства, регулирующего ПГД. Но действует запрет на федеральное финансирование любых исследований медицинских практик, чреватых гибелью эмбрионов. Но это не относится к частному финансированию. В целом же, по всему миру, анализ показывает, что расхождение в вопросе о статусе эмбриона носит социокультурный свои основы характер. А истоки этих расхождений уходят в глубинные религиозные антопологии. Об этом достаточно наглядно свидетельствует тот факт, что самое мягкое законодательное регулирование манипуляций с эмбрионами имеет место в тех технологически развитых странах, где доминирует буддизм. А для буддизма вообще нет такой проблемы о моменте зарождения души. А также ислам и иудаизм, где момент зарождения души, а с точки зрения права это и есть момент приобретения права от статуса личности, вот этот момент не связывается с моментом зачатия. То есть считается, что зарождение души происходит, но позднее. А самое жесткое регулирование, если говорить о технологически развитых странах, имеет место в европейских странах с устойчивыми христианскими традициями. Это Ирландия, Германия, Италия, Швейцария. Например, Ирландия это вообще единственная европейская страна, может быть, даже единственная страна во всем мире, конституция которой признает, что право на жизнь нерожденного уравнено с правом на жизнь матери. Очень жесткое регулирование ПГД в Германии. Закон ФРГ о защите человеческого эмбриона от 90-го года запрещает перенос генетически чуждых эмбрионов, запрещает исследования на человеческих эмбрионах, существенно ограничивает случаи криоконсервирования эмбрионов, а также исключает вообще жестокое обращение с эмбрионами человека, ну и, разумеется, запрещает отбор по полу и редактирование эмбриональных клеток человека. Единственной разрешенной здесь техникой проведения ПГД является безвредный для эмбриона анализ полярных телец, то есть первичных половых клеток. В Италии Конституционный суд был вынужден сглаживать излишнее жесткое законодательство. Суд признал неконституционным положение закона, который ограничивал количество создаваемых эмбрионов тремя экземплярами и предусматривал обязательства по их единовременной имплантации в матку. Суд пришел к выводу, что это ставит под угрозу здоровье женщины, вынуждая ее по нескольку раз проходить стимуляцию яичников, а также подвергаться опасности многоплодной беременности. Очень драматично развивалась ситуация в Швейцарии, которая последней из европейских стран легализовала ПГД по итогам проведенного в 2016 году референдума. Причем ПГД разрешена только в тех случаях, когда риск серьезного наследственного заболевания у будущего ребенка является очень высоким. И надо интересно отметить, что заметный вклад в успех этого референдума внес депутат парламента, родившийся синдромом Холта-Орама. Я вот не уверена в ударении, но специалисты понимают, о чем эта речь. Он нашел убедительные слова, которые, в общем-то, так опровергли. Это прекраснодушное рассуждение о том, что жизнь – это дар, за который в любом случае надо быть благодарным Богу. Показательно в этом ситуации на американском континенте, где действует Американская конвенция о правах человека, в которой прямо говорится, что право человека на жизнь защищается законом с момента зачатия. Показательно, что США, Канада и ряд других государств в конвенцию не подписали, а Мексика ратифицировала ее с оговоркой, позволяющей не признавать указанные права эмбриона. При этом государства, где сильное влияние католической церкви, демонстрировали особо выраженный ригоризм в решении этих проблем, связанных со статусом эмбриона. Так, в Коста-Рике, конституция которой объявляет римский католицизм государственной религии, был введен запрет на проведение КО. Этот запрет был оспорен в межамериканском суде по правам человека, который в своем решении по делу Мурила и другие против Коста-Рики в 2012 году сформулировал принципиально важную правую позицию. Эмбрионен вид, рассказано в решении суда, не является человеком по смыслу положения конвенции о защите права человека на жизнь, поскольку зачатие, как сказано здесь, имеет место лишь с момента имплантации эмбриона в КОС. То есть не с момента оплодотворения, а с момента имплантации. Интересно отметить, что судья Европейского суда от России Дмитрий Дедов, комментируя одно из решений Европейского суда по правам человека, вспомнил об этой правовой позиции межамериканского суда и не согласился с ней. А между тем суд не просто объявил, что зачатие имеет место после имплантации эмбриона, но и обосновал свое решение ссылками на то, вот так на мой дилетантский взгляд звучит убедительно, что сигналом, возвещающим о зарождении новой жизни, когда эмбрион уже имплантируется в тело матери, является особый гормон, вырабатываемый организмом матери, который и запускает механизм создания условий для жизнедеятельности эмбриона, после чего эмбрион становится зародышем в буквальном смысле этого слова. Надо сказать, что в России вот это озвученное судьей дедово представление о том, что зачатие начинается с момента оплодотворения, и именно с этого момента эмбрион получает правовой статус личности, является довольно распространенным. И мы здесь каким-то странным образом оказываемся, что говорится, святее Папы Римского. Правда, такой подход распространен у нас в научной литературе, а не в законодательстве. Хотя некоторое влияние религиозно-хренциарского мировоззрения прослеживается и в законодательстве, но здесь оно менее очевидно в силу противоречивого характера законодательной политики в области геномных исследований и технологий, связанных с репродукцией человека. Противоречивость заключается в том, что, с одной стороны, манипуляции с эмбрионами инвитро у нас не регламентированы практически, и, соответственно, здесь, как верно ответил Европейский суд, отсутствуют какие-либо запреты. Но, с другой стороны, Россия, в отличие, например, от США, Китая, Великобритания и ряда других технологически развитых стран, вела очень жесткий запрет на патентование любых технологий геномного редактирования эмбриональных клеток человека. По логике гражданского кодоса, где введен этот запрет, он обусловлен запретом на патентование тех результатов интеллектуальной деятельности, которые, как сказано здесь, противоречат принципам гуманности и морали. Мы имеем здесь дело с весьма необычной для российского законодательства апелляцией к принципам морали, которые в данном случае очевидным образом восходят к христианскому догмату возрождения души, то есть достоинству личности с момента зачатия. То есть мы имеем дело здесь даже не столько с моральным, сколько с морально-религиозным запретом, который ограничивает право российских ученых на патентование результатов своих научных достижений. Причем ограничивает это в гораздо большей степени, я просто не могу на этом подробно останавливаться, но так уверенно могу сказать, что в большей степени, чем это принято в целом ряде технологически развитых стран, относящихся к христианскому типу культуры, не говоря уже о Китае, Японии и так далее. До сих пор я говорила об эмбрионе инвитра, а когда речь заходит о эмбрионе инвива, то здесь в качестве дополнительного аргумента в пользу признания за ним правового статуса обычно ссылаются еще и на юристы. Это делают, но и философы тоже любят. на такой дополнительный аргумент, каким в данном случае является идущий от римского права институт насцитуруса. То есть от латинского насцитуруса – это тот, кто имеет право родиться. Согласно этому правовому институту наследовать имущество умершего родителя может ребенок зачатый до, как говорится, смерти наследодателя. У нас эта норма, вот эта, вернее, права института, идея этого института, она реализована и в гражданском кодексе, и в законе о обязательном социальном страховании. И вот, отстаивая право эмбриона, почему-то ссылается на эту норму, хотя совершенно очевидно, что речь здесь идет вовсе не о праве эмбриона, а о праве уже родившегося человека. Причем это право возникает только в том случае, если ребенок родился живым. На мой взгляд, когда законодатель начинает руководствоваться не правовыми, а морально-религиозными соображениями, то он отказывается от сложной, но совершенно необходимой работы по согласованию различных прав человека. То есть прав конкретных пациентов на охрану их здоровья, прав врачей-исследователей на свободу научного творчества и право каждого человека, как потенциального пациента, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. А между прочим, это право закоплено в статье 27 всеобщей декларации прав человека и в соответствующем пакте о социальных, экономических и культурных правах. Более того, вот когда законодатель начинает руководствоваться с морально-религиозными нормами, то, как правило, он сформулирует гораздо более жесткие запреты, которые блокируют возможность совершенствования законодательства. Ну, например, одно дело, как-то откорректировать практику толкования, когда есть некий, какой-то люфт у судьи, и другое дело поменять норму гражданского кодекса. Это очень сложная задача. А между тем, для того, чтобы проявить должное уважение к христианскому догмату о зарождении души с момента зачатия, по поводу которого, кстати, отсутствует согласие даже в различных христианских конфессиях, но надо проявлять, поскольку это, так сказать, в коде системы общественной нравственности, надо проявить уважение. Но для этого нет никакой необходимости наделять эмбрион правным статусом личности. Вполне достаточно считать эмбрион носителем особого антологического статуса, который требует закрепления в рамках особого правового режима манипуляции с эмбрионом. Речь идет, конечно, об эмбрионе инвитера. Признание такого особого антологического статуса следует рассматривать в качестве одной из ценностей общего блага, которые гарантированы 55-й статьей Конституции. Текст этой статьи гласит, что ограничение прав и свобод человека, в данном случае, речь может идти о праве на свободу научного творчества ученого или о праве на охрану здоровья пациента. Вот право человека может быть ограничено в той мере, в какой-то необходимом, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, там это присутствует, здоровья, прав и законных интересов других лиц и так далее. Вот придерживаясь этой юридической конструкции, можно обеспечить сколь угодно высокий уровень защиты эмбриона, требуемый принятыми в обществе представлениями о нравственности, не наделяя при этом эмбрион достоинством человеческой личности. И по мере изменения представления о нравственности правовые подходы к проблеме могут меняться, как это произошло, например, с технологией ЭКО, которая была встречена в Штыки. А сейчас специалисты пихают, что с этической точки зрения процедура уже признана практически во всем мире. Надо сказать, что в России вот эти рассуждения о правах эмбриона пока что в основном, за исключением ситуации с пациентованием, остаются в сфере научных дискуссий. В законодательстве же решение вопроса опирается на положение Конституции о том, что права человека принадлежат человеку с момента его рождения. И здесь я придерживаюсь в целом позиции судей Верховного суда Момота, который считает, что по смыслу действующего российского законодательства любые клетки и ткани после отделения от человеческого тела, в том числе эмбриона и инвитра, должны признаваться вещами за исключение специально установленных правил и подчиняться общему правовому режиму вещей. Дело в том, что юриспруденция знает только такую дихотомию. Объекты могут быть либо объектами права, либо субъектами права. Тут, как говорится, вот в рамках этой дихотомии нужно определяться со статусом эмбриона. Следующий вопрос, который я хочу здесь затронуть, то есть другая этикоправовая проблема ПГД связана с тем, что ее применение открывает перспективы для такой новой евгеники, связанной с расширенствованием физических и когнитивных характеристик будущего ребенка. На первый взгляд может показаться, что данная проблема выходит за рамки медицины и решается путем введения запрета на применение ПГД для достижения не медицинских, а так называемых социальных целей. Однако на практике разграничение целей ПГД на медицинские и социальные обнаруживает недостаточную определенность. Как подчеркивается в докладе защиты эмбриона инвитера Комитета по библиотеку Совета Европы, генетическое отклонение, вот как понятие, охватывает такие разные по своей природе явления, как заболевания, расстройства и генетические особенности. И по мере совершенствования технологии ПГД все чаще будет возникать соблазн применить эту технологию и генетическим расстройствам, и даже генетическим особенностям. И в этой связи, вот я не знаю, задают ли у вас лекторы вопросы, но меня очень интересует такой вопрос к аудитории, хочу я его адресовать. Я читала, что Китай уже практикует селекцию эмбрионов, то есть не редактирование, а именно селекцию в рамках процедуры ПГД с точки зрения интеллектуального потенциала. Вот, то есть, есть ли такая практика, возможна ли она, и посредства ее будут, ну, крайне интересны, и, я бы сказала, достаточно опасны. Опасения по поводу возможности использования ПГД с целью так называемого совершенствования человека диктует и очень настороженное, чрезмерно жесткое, как мне кажется, отношение со стороны значительного числа ученых и законодателей к перспективам применения этой технологии для выбора пола будущего ребенка. В целом ряде международных документов рекомендательного характера, в статье 14 Европейской конвенции по биоэтике, а также в законодательстве многих стран, в том числе и России, использование вспомогательных медицинских технологий деторождения в целях выбора пола будущего ребенка разрешено только для предотвращения заболеваний, связанных с полом. Между тем, в ряде стран, включая США, Израиль, ну, там есть довольно большие ограничения в Израиле, но это разрешена все равно процедура, можно проводить лекцию по полу методам ПГД с целью обеспечения гендерного баланса в семье. Только с этой целью. То есть, если уже в семье есть два, три, но в Израиле требуется четыре ребенка одного пола, то они могут за счет государства провести эту процедуру. Авторы, обосновывающие этическую правомерность такого подхода, признают, да, мы имеем дело здесь проявления Евгеники, но такая Евгеника считается этически приемлема. Если рассматривать ситуацию с точки зрения права, и в частности с точки зрения российской конституции, то можно сказать, что если свобода родителей, выборе пола будущего ребенка, не нарушает свободу иных лиц, в данном случае не нарушает достоинства и самоидентификацию личности данного ребенка, а также не подрывает гендерный баланс в обществе, то есть не противоречит тем ценностям общего блага, которые являются реализацией условий прав человека, то нет никаких конституционных оснований ограничивать репродуктивную свободу семьи в этом важном для них вопросе. Поэтому введенные вот в 55-ю статью закон об основах охрана здоровья запрет на выбор пола будущего ребенка, вот в российский закон, представляется излишним, особенно учитывая тот факт, что Россия конвенцию не подписала. Конечно, тут возможно злоупотребление, и надо сказать, что, например, британские авторы, которые обосновывают этичность данной процедуры, они оговаривают, что это приемлемо для Великобритании, намекая на то, что сильный британский правопорядок может справиться с злоупотреблением в этой сфере. Однако подобное злоупотребление это проблема в правоприменительной практике, которая должна как-то с этим справляться. А кроме того, то есть не нужно здесь вводить лишние ограничения на репродуктивную свободу. А в нашей ситуации, ну и не только в нашей, вообще сейчас во всем мире, с развитием при натальной диагностике неинвазивного характера, у женщин появляется возможность вообще там на девятой неделе уже узнать полбудущего ребенка. И таким образом, такими запретами мы просто будем подталкивать женщину к аборту. еще одна этико-правовая проблема ПГД связана с проверкой эмбрионов на донорскую совместимость стволовых клеток с целью лечения больного Сиблинга. Я говорю уже, что у нас эти процедуры проводятся, они не запрещены. Однако в литературе встречается предложение о введении запретов на проведение вот таких манипуляций. Надо сказать, что в США и ряде стран Европы такая практика существует уже более 10 лет, но споры об ее этической приемлемости не утихают. Ряд специалистов считают, что здесь демонстрируется такой инструменталистский подход к ребенку. Другие же исходят из того, что долг семейной солидарности и долг социальной солидарности требуют допущения такой процедуры и дать, чтобы родители получили возможность лечения больного ребенка. С точки зрения права, существенными аргументами в пользу правомерности такого применения ПГД является то, что, во-первых, это не наносит ущерба физическому и психическому здоровью ребенка, рожденного с целью спасения брата или сестры, а, во-вторых, на практике мы вообще не можем узнать истинные цели родителей и их мотивы, если они заявляют о своем желании родить здорового ребенка безотносительно к возможности лечения больного. И в этой ситуации законодатель должен исходить из презумпции добросовестного характера намерений, поскольку иной подход означал бы неуважение к достоинству человека. Но и в любом случае право не может запретить то, что не может проконтролировать. А не использовать такую возможность для лечения больного ребенка, но это и негуманно, и с правой точки зрения тоже неправомерно. Вот при всей значимости отмеченных выше этикоправовых проблем, связанных с ПГД, наиболее актуальными для России, на мой взгляд, являются те социально-правовые аспекты темы, которые, конечно же, имеют несомненную этическую составляющую, которые касаются вопроса о включении ПДГ в систему обязательного медицинского страхования. Такая практика сложилась уже в целом ряде стран. В России, я знаю, в 2016 году Российское общество медицинских генетиков обращалось на ЗРАФ с соответствующим предложением, но проблема остается нерешенной. Между тем, для семьи процедура слишком высока, при отсутствии гарантии, что беременность наступит. А что касается государства, то здесь, конечно, нужно проводить расчеты, и так даже на первый взгляд кажется, что если сопоставить расходы с теми деньгами, которые уходят на, ну, скорее даже, симпатоматическое лечение тяжелобольных детей, на пособие родителям, которые вынуждены оставить работу и так далее, то можно обосновать экономическую эффективность этой меры. Однако, выше всех этих экономических расчетов стоит статья 7 Конституции, в которой закоплен принцип социального государства. Согласно этому принципу, политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. завершая вот этот анализ этикопровых проблем ПГД, я хочу отметить, что эта технология имеет очень большие перспективы. И надо, наверное, серьезно отнестись к словам одного из соучредителей американской компании GenPig. Это такая GenPig, они называются, любопытное направление деятельности в Америке, которое прогнозирует для будущих родителей, то есть еще до зачатия вероятность генетических патологий вот еще незачатых детей. И вот руководитель этой компании, это я, собственно, вычислила в книге очень интересная книга Джеймса Отсона ДНК истории генетической революции, он очень поддерживает это направление, вот руководитель этой компании на опыте собственной драматической истории говорит так, что в будущем говорит она люди будут размножаться без секса, потому что секс это слишком опасный метод размножения. Надо сказать, что Джеймс Отсон, он большой сторонник не только вспомогательных репродуктивных технологий, но и геномного редактирования эмбрионов, что резко выделяет его из большинства генетиков. Я же не вступаю вот в эти споры генетиков и биоэтиков, хочу лишь со ссылкой на зарубежный опыт сказать, что какие бы морально-религиозные барьеры не ставились на пути развития технологий ПГД, они будут обходиться. Дело в том, что морально-религиозные запреты поставят природу таковы, что они не носят всеобщего характера. Всеобщий характер в глобальном масштабе может иметь только правовые ограничения. А морально-религиозные они будут позволять людям, как говорится, решать свои проблемы в других местах, в частности, будет процветать, он уже процветает, репродуктивный туризм. А это ведет в общем-то к дискриминации людей в их возможности реализовать важнейшую для них репродуктивную функцию. Потому что те, у кого есть деньги, они будут это делать в других странах. Поэтому лучше сфокусироваться не на морально-религиозных ограничениях, запретах, а на правовых ограничениях, действующих по принципу. Репродуктивные права человека могут быть реализованы в той мере, в какой они нарушают права других людей и ценности общего блага. Ну, значит, заключение я перехожу. Ну, не заключение, это где-то, наверное, по времени еще у меня 15 минут. Я, наверное, все и займу. Значит, проблематика при пренатальной диагностике. Пренатальная генетическая диагностика, буду сокращенно говорить ПНД. Ну, основная проблема ПНД связана с тем, что ее итоги могут поставить женщину перед тяжелым выбором. Пойти на риск рождения больного ребенка или искусственно прервать беременность. И вот такой, можно сказать, экзистенциальный риск предъявляет очень высокие требования к качеству генетического консультирования, которому, вот этому качеству отечественной медицины на данный момент, насколько я могу судить, не в состоянии соответствовать силу неразвитости этого направления медицинской помощи. И это огромная проблема, она поднималась вот на конференциях по биоэтике, где я, собственно, присутствовала на предыдущих. Она требует комплексного подхода, начиная с разработки образовательных программ и существенного расширения приема вуза по специальности генетиков соответствующего профиля до укрепления развития государственных медико-генетических служб, до формирования коммерческого сектора при участии общественных медицинских организаций, может быть, в лицензировании таких фирм и уж точно в каком-то социальном контроле за их деятельностью. То есть эти проблемы надо решать комплексно. Дополнительную актуальность этой проблемы придает топ-соятельства, что в рамках неинвазивного генетического тестирования можно уже на девятой неделе определить пол будущего ребенка, и при этом у женщины есть еще три недели, чтобы сделать аборт без медицинских показаний. И очевидно, что в этот период семьи особенно нуждаются в квалифицированной медицинской консультации. Вот появившаяся у женщин возможность узнать пол ребенка в период, когда можно прервать беременность без медицинских показаний, требует и какого-то внимания со стороны закладателя. Потому что, вот, как говорят специалисты, ответственные медицинские фирмы, которые осуществляют эту процедуру, вели в практику свои работы деловое обыкновение, в соответствии с которым они не выдают результаты тестирования до истечения 12 недель беременности. Может быть, если такой подход не наносит ущерба здоровью матери, то, может быть, это деловое обыкновение надо скрепить в законодательстве. Результаты применения неинвазивного пренатального тестирования за рубежом, а в последние годы и в России, дают основания говорить о целесообразности широкого распространения этой процедуры в нашей стране. Пока что Россия существенно отстает здесь от технологических лидеров. Вот, Людмила Ивановна Жученко на прошлом вебинаре приводила очень интересные цифры, и по ним видно, что у нас частота обращения женщин к этой процедуре на порядок ниже, чем в США и Китае. При этом она отметила, что Бельгия, Дания и Нидерланды, сюда можно еще добавить Сингапур, вот эти НИПТы, как она их сокращает, проводятся в рамках финансируемых государственных скринингов. Но, однако, вопрос о том, вообще надо ли, то есть, это вопрос не столько финансовые дебаты здесь идут, сколько надо ли вообще финансировать эту сферу, потому что противники такого подхода говорят, что это приведет к росту числа абортов. Неожиданно, так и резко против, выступают некоторые сообщества родителей, чьи дети страдают генетическими заболеваниями. То есть, есть какие-то группы людей, которые активно возражают против введения этой процедуры в государственное финансирование. Ученые из Нидерландов недавно провели на эту тему такое довольно серьезное исследование, они изучили все аргументы за и против, и пришли к выводу, что вот, как ни странно, почему-то, что частота обращения к НИПТ не ведет к увеличению частоты абортов. А вообще общий вывод такой, что требования доплаты за эти процедуры не способствуют, как они пишут, репродуктивной автономии женщины и являются несправедливыми. Что касается России, то здесь, конечно, есть очень большой потенциал коммерческого использования этой процедуры, но если мы пойдем по этому пути, то не окажемся ли мы в ситуации нового социального неравенства людей в таком очень болезненном, существенном для них вопросе. То есть этот вопрос, эти исследования Нидерландов, они, как говорится, для нас интересны, но нам бы нужны здесь собственные исследования. Во всяком случае, вот декан медико-биологического факультета Медуниверситета Пирогова профессор Прохорчук на конференции биоэтика и генетика, он так очень оптимистично оценил перспективу того, что вот эти нипты будут введены в систему государственного скрининга. Однако, из выступления вот Людмилы Ивановны я не вынесла такого оптимистического ощущения. Более того, она вот отметила тот факт, что частота обращения к этим ниптам не увеличивает, вернее, не снижает частоту инвазивных процедур. То есть, не дает здесь такого эффекта. И главное, не получается тут перераспределение какого-то финансовых средств. То есть, насколько это нужно вводить в систему государственных стримингов, это вопрос очень, мне кажется, сейчас актуальный и требует изучения со стороны специалистов. Другая этикопровая проблема, которая здесь встает, и, кстати, была на этой конференции затронута профессором Тищенко, биоэтиком, связана с тем, что, как он отметил, вот это стремление наделить эмбрион инвитро статусом личности очень странным образом сочетается у нас зачастую с отсутствием должного внимания к правовой защите благополучия вынашиваемого женщины зародышей плода. И в этой связи я хочу сказать, что для России, как участницы Европейской Конвенции, несомненное правовое значение имеет тот факт, что понятие права плода используется в решениях Европейского Суда. И при раскрытии этого понятия Европейский Суд исходит из того, что плод является совместно с матерью, то есть он выступает сопациентом матери в их взаимоотношениях с врачом и является субъектом права в его взаимоотношениях с матерью. Это означает, что при наличии конфликта прав плода и прав матери надо искать баланс между этими правами. Завершая, я хочу сказать, что вот этот рассмотренный круг этикопоровых проблем, ну, кстати, вот можно еще здесь, поскольку тут пара минут есть, сказать, что, кстати, когда мы говорим о защите зародыша и плода, который вынашивается женщина, то вот здесь как раз институт Носцитуруса, то есть оперирующий к тому, к праву на рождение Носцитур, тебе напомню, это тот, кто имеет право родиться, вот он в данном случае как раз будет работающим правовым институтом, потому что речь идет не о праве уже родившегося ребенка, а именно о праве еще не рожденного ребенка, а его праве быть рожденным. И здесь, в общем-то, я знаю, медики очень болезненно относятся ко всем разговорам об укреплении уголовной правой защиты в этой сфере, но, в общем, вот этот вопрос надо обсуждать. Тут проблемы есть. Завершая, хочу сказать, что вот рассмотренный круг этикоправовых проблем вкупе вот с теми обозначенными только мной проблемами правового обеспечения при натальной и при импульсационной диагностике и вообще диагностике, генетической диагностики человека на всех этапах его жизни, они нуждаются в специальном правовом регулировании. То есть проблема заслуживает того, чтобы быть вынесены в комплексный нормативно-правой акт, в настоящее время регулирование этой проблематики разбросано по нескольким актам это и закон об охране здоровья граждан, закон о биомедицинских клеточных продуктах и государством регулирования в области геноинженерной деятельности. На мой взгляд, все, что касается генетического тестирования за исключением анализа ДНК в криминалистических целях, это отдельно есть законодательные акты, его надо оставить отдельно. Вот все остальное можно собрать в одном акте, продумать, как говорится, терминологию, продумать принципы регулирования и, в общем, над этим можно и нужно работать. Благодарю за внимание. Что-то плохой звук пишет. Так, у меня... Коллеги, я завершила свое... Да, сейчас мы чуть-чуть поделимся, чтобы как бы есть что сказать, да, так как я в этой теме каждый год всю жизнь занимаюсь. Вот. Первое, что я хочу сказать, что, конечно, такие сообщества, как РАРЧ, юристы, мы должны работать вместе. Почему? Даже сейчас, вот слушая вашу терминологию и нашу, она отличается, да, и нам нужно как-то прийти к какому-то консенсию, чтобы мы, как бы, даже слова говорили одни и те же, потому что, например, для меня очень режет слух вот по пренатальной диагностике ПНД, да, я вот, если бы я увидела в печати, я бы не поняла, о чем идет речь, да. Это первое. Это не говорит о том, что, ну, говорит о том, что люди как бы в разных профессиях и как принято говорить в той или иной области, так они как бы и выражаются. Ну, тем не менее, как бы нужно, как бы есть определенный глоссариум генетический, да, где нужно как бы термины применять правильно, иначе, например, не поймут за рубежом, например, нас, то, о чем мы как бы говорим. По поводу НИПТов. Вот Людмила Александровна очень хороший доклад на прошлом вебинаре сделала. Значит, конечно, НИПТ – это не диагностика, я подчеркну, это скрининг. Прервать беременность на основании просто неинвазивного теста мы и не имеем права. И нет необходимости это делать, потому что нужно, если в случае выявления какой-то патологии, мы должны сначала сделать инвазивную диагностику, подтвердить, что, например, ребенок болен, только после этого прервать беременность. То, что касается определения пола по неинвазивному тесту, на самом деле он не работает сейчас очень идеально. Вот, поэтому тоже как бы нужно обязательно учитывать, когда консультируем женщину и так далее. Вот, то, что касается вообще преимуационно-генетического тестирования, здесь как бы, опять же, я повторюсь, и на прошлом вебинаре говорила, как бы две стороны монеты. Есть люди, у которых все по жизни хорошо и много детей здоровых, и они не совсем понимают ту ситуацию, в которую попадают родители, у которых хотя бы один есть больной ребенок. На руках, да, то есть это все очень сложно. Очень часто генетические заболевания не вылечиваются, это как бы все знают. Лечение достаточно дорогое по препаратам, если приходится ребенку принимать какие-то препараты. Беда еще в том, что, например, до 18 лет ребенок, например, считается инвалидом по какому-то генетическому заболеванию, а когда ему исполняется 18 лет, то он должен либо проходить опять какие-то комиссии, все это затягивается, все это очень сложно, для семьи это большая травма опять. Вот, то есть здесь тоже как бы, ну да, если у человека нет руки, да, зачем проходить еще каждый год комиссию по установлению инвалидности, что у него нет руки, да, и здесь получается то же самое. Если есть генетическое заболевание, то в моем понятии проходить повторную комиссию и выбивать там деньги на 5 на лекарства, наверное, это не имеет смысла. Вот. Теперь, вот, то, что касается селекции детей по определенным признакам. Я хочу сказать такую вещь, что на самом деле, и как бы есть очень хороший фильм, который называется «Гатака», вот, в котором показано то, что с какими-то генами, может быть, не родился, с какой-то, скажем, предрасположенностью к определенным, там, я не знаю, способностям, вот, но зависит от того, насколько человек сам хочет чего-то в этой жизни добиться, да, у нас есть там дауны, которые там занимают какие-то посты, где-то там выступают, пишут книги, в общем, все, да, ну, я думаю, что это не чистые дауны, а все-таки это мозаики, просто всех называют одним словом дауны, да, только генетики понимают, что есть три формы болезни дауна. Вот, значит, поэтому я думаю, что каждый раз это все очень индивидуально, и то, что касается заболеваний, которые, например, с поздней манифестации, там, Альцгеймера, еще какие-то, будут заболевания с онкологией, не будет заболевания, здесь вот, мне кажется, нужно вот больше вопросы такие поднимать, а в том, что если мы знаем, что ребенок будет болен, ну, с вероятностью, там, 95%, то, наверное, здесь уже супружеская пара должна сама для себя решать, то есть у таких пар должен быть тоже выбор, потому что это тоже ограничивает их, как бы, возможности. Вот, и хотела еще сделать такую ремарку по поводу донора, рождения донора для больного сестры или брата. Значит, я столкнулась с такой интересной ситуацией, когда было судебное разбирательство, меня пригласили в качестве эксперта. Значит, ситуация состояла таким образом, что та сторона, которую определяли, значит, сказала, ну, как бы они говорят, что мы подбираем донора, а вот, к сожалению, там произошла ошибка в анализе, и вот вы не выполнили свою задачу, вы не подобрали нам донора, и мы подаем в суд и требуем там возместить нам какую-то компенсацию. Когда стали, ну, уже дальше вот разбираться, и что выяснилось? Оказывается, по нашим законам, как мы подбираем донора? По системе ошеля, фьюмно-ликоцитарный антиген. Это приравнивается, выбор ошеля – это как бы создание в искусственных условиях, то есть в программе ЭКО, организма идентичного, который уже рожденный. И в суде стали там это приравнивать, как будто бы это клонирование. То есть понятно, что ни судья, ни там люди, которые не очень хорошо в этом разбираются, они скажут, что это, значит, есть клонирование. А если это есть клонирование, то есть если мы рождаем ребенка, подобного, который есть, то это уже идет уголовная ответственность. И вот мне пришлось доказывать, что по системе ошеля, то, что мы смотрели у эмбрионов, это совсем не то, что это не клонирование. Пришлось объяснять все технологии, как это, что происходит. И в конце концов, как бы пара потом уже понимает, что они не справляются с судом, они не справляются с тем, что они хотят получить за это деньги. Они уже начали говорить, что вот вы нам не дали возможность, значит, родить ребенка, чтобы был донор, и теперь там наш ребенок, вот, грубо говоря, жить без этого не может, он может умереть. Вы нас лишили там определенных каких-то возможностей. Вот. Пришлось здесь уже включать другие механизмы объяснения, когда, причем идет еще путаница. Рождение донора, я задала вопрос, я говорю, вы как хотели использовать рожденного ребенка в качестве донора? Они говорят, ну, брать костный мозг. Я говорю, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно брать костный мозг? Да, вот родился ребенок. Там, с пятого дня рождения или с года рождения. Они не смогли на этот вопрос ответить. Вот. Второе. Значит, на самом деле донор подбирается не по костному мозгу, ребенка не пунктирует, а во время родов собирает поповинную кровь. И эту кровь уже используют для лечения больного ребенка. То есть вот незнание технологии, непонимание всего процесса порождает то, что на самом деле могут пострадать и врачи, которые принимали участие в этом процессе, и клиника, и те же пациенты, которые тоже до конца не понимают, что они видят и как они могут этой технологией воспользоваться, может привести, ну, скажем, к не очень плачевным ситуациям. И мне кажется, что вот это вот разграничение, все-таки что такое клонирование, что такое подбор донора и так далее, оно должно быть тоже как-то более-менее расписано и прописано, например, даже в проведении программы ЭКО еще, что мы имеем право по-код это делать, а что мы не имеем право делать. Вот, ну, хотела так вот заметить. Так, у нас вопросы есть какие-нибудь еще? Вопросов пока нет. Вот. Ну, я думаю, тогда сказать большое спасибо нашему лектору. Мне очень приятно, я очень благодарна за то, что мы с вами познакомились. я думаю, что мы будем дальше очень тесно сотрудничать, вот, потому что я думаю, что нам предстоят большие дела в плане того, чтобы уже нам как бы что-то сдвинулось с мертвой точки, чтобы мы не только на вебинарах говорили, а все-таки могли принимать уже какие-то новые документы, какие-то регламентирующие, там, ну, это не законы, но просто во всяком случае можем сформулировать совместно то, что поможет в первую очередь нашим пациентам и в вторую очередь поможет нам, врачам, тоже как бы работать и спать спокойно, не бояться, что как-то можно к нашей работе, как говорят, подкопаться, да, и мы можем быть наказаны, мы старались, старались, а в результате мы можем быть наказаны за то, что мы сделали. Галина Ивановна, а вот вопрос у меня. Давайте. Вот меня интересует, вот китайцы, действительно ли могут они подбирать эмбрионы по интеллектуальным этим характеристикам? На самом деле 100% гарантии сейчас... ну, конечно, никакая гарантия. Смотрите, для того, чтобы, это все равно сродни, как мы смотрим генетические заболевания. Вот если приходит пара, например, с муковисцидозом, и мы знаем конкретно, что есть конкретная мутация в этом гене, и мы у эмбриона ищем конкретную мутацию в этом гене. И тогда мы говорим, если там мутации нет, мы говорим, что, скорее всего, ребенок здоровый, мы никогда 100% не даем, вот, потому что могут быть какие-то мутации, которые мы, ну, до сих пор определить не можем. Поэтому мы говорим, что при эмбрионном генетическое тестирование, мы можем дать с большой точностью вероятность, что ребенок здоров, вот, по конкретному гену. Вот. То есть должен быть какой-то маркер, то, что нужно искать в эмбрионе. Есть ген, есть мутация, мы смотрим, болен либо здоров. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, что там, зависит с каким-то, вот, выбрать. То есть мы должны точно знать, что вот этот конкретный ген, вот конкретная вот эта точка, влияет на то, что будет там высокий интеллект у человека, либо будет низкий интеллект у человека. А сегодня... А такая информация нет такой информации? Есть только предположения. То есть есть предположения, что там люди, там, более веселые, да, там настроение лучше. Известно, что, например, когда у мужчины, там, два игрека, то он более агрессивный и так далее. Но опять же, все зависит от того, в какой среде воспитывался и рос этот человек. Да, есть, даже два игрека, но он вырос в семье, которая его любила, обожала, там, он не видел никакого насилия, то вряд ли он будет, ну, как бы принимать в этом участие. Хотя есть такие работы, как бы, которые говорят о том, что вот может приводить к той или иной агрессивности, да, и я знаю, что за рубежом это учитывается, что если есть какая-то определенная там, ну, не генная там, предрасположенность, то это учитывается в суде, когда, например, человек совершил какие-то там это я знаю. Да, но опять же, я еще раз повторюсь, что не всегда вот эти предрасположенности говорят, что сто процентов это будут там любые гениальные, не гениальные, спортсмен, не спортсмен. Может, у него есть ген, что он там будет хорошо бегать, но не хочет он бегать, но это ему рисовать нравится. Понятно, но в массовом масштабе тенденцию можно, как говорится, понравить. Пока я не могу сказать, что это вот прям будет сильно хорошо работать. Понятно. Спасибо. Во время нас рассудит, да, когда бы, понимаете, геном расшифровали, как бы, какие как бы гены есть, но до сих пор непонятно, природа, она очень мудрая, она может, вернее, делать так, что за один какой-то определенный признак отвечает сразу несколько генов, то есть она себя как бы, ну, как сказать, это правильно. Вот, страхует. Страхует, да, она страхует от того, чтобы вот, если здесь поломка, ну, чтобы как бы другие гены как бы принимали в этом участие. Соседство генов имеет значение, там еще много факторов. Вот, поэтому я думаю, что до конца мы полностью природу, конечно, не обманем. Мы до сих пор не понимаем, почему у нас всего несколько процентов мозга работает, да, остальные не работают. Почему у нас несколько процентов генома работает, остальные не работают. Как говорят, генетического мусора или еще так далее у хромосома. Мы до сих пор еще не знаем, что это и как это будет в течение жизни потом использоваться. Очень много вопросов, несмотря на то, что мы вам как бы расшифровали. Спасибо. Жанна Ивановна, появился вопрос, там вот, посмотрите, пожалуйста. Посмотрю. А, вот, появился, да, не было. Так. В вопросах, да? У меня не высвечивалось. В чате вам? Да, в клиенте появился, в конце, в чате. Там просто спрашивают, к чему пришли в суде. Вот, видимо, тот случай, который вы рассказывали. А, в суде пришли к тому, что все-таки взяли... И что предписано родителям. Ну, чего суд мы выиграли? Суд выиграли в пользу клиники, то есть не пациенты. Опять же, я говорю, потому что они стали давить на то, что, как бы, они вот хотели донора, а донора они не получили. Вот. Я говорю, вы знаете, в любом случае, даже если бы родился бы ребенок с тем ошеля, которые вы заказывали, грубо говоря, да, вот, идентичный, вот, и родился бы ребенок, это не факт, что он мог бы стать донором вашему больному ребенку. Первое. Они сами не знали, с какого возраста можно брать костный мозг. Второе. У ребенка могло быть другое какое-то заболевание, да, которое его нельзя было бы использовать донором. У ребенка мог быть аллергиком, которого тоже нельзя использовать в качестве донора. Там, помимо вот этих совпадений по ошеля, очень много еще других моментов, которые учитываются при выборе доноров, не только ошеля. Вот, да, и, к сожалению, вот, никто из врачей сразу не сообразил, что нужно было так действовать. Уже потом, когда стали разбираться, то есть у пациентов уже появилось, понимаете, как, они захотели с клиники просто получить много денег. Вот, и уже, как бы, мне эта ситуация очень не понравилась, вот, потому что, на самом деле, программа ЭКО была проведена идеально, несмотря на то, что женщина там весила больше ста килограмм, да, то есть вы понимаете, что такое проводить программу ЭКО у такой женщины. С первой попытки, с переносом одного эмбриона, беременность наступила, она ее выносила, все, и как бы родила. То есть со стороны клиники вообще никаких проблем не было, клиника сработала очень хорошо. А вот то, что генетики ошиблись, к сожалению, такое бывает, и мы не даем 100% гарантии, что анализ будет 100%, вот, здесь произошла ошибка. И вместо того, чтобы это все, может быть, если для них это так важно, может быть, нужно было проверить еще во время беременности, там, сделать биопсию хориума. И мне не понравилось, что эта пара сказала такую фразу, которая у меня просто мурашки по телу. Они сказали, что вот мы бы этого ребенка не рожали, если бы знали, что вот там ошеля не совпало. Вы меня простите, как бы там ни было, родился ребенок здоровый, хороший ребенок в вашей семье появился. Это был третий ребенок. Первый болен, потом второй ребенок здоровый, но он не подходил как донор. Это третий здоровый ребенок. Маленький ему там, не знаю, около года. И как можно говорить такие вещи? Конечно, после таких слов у меня уже внутри тоже как бы уже все как бы взыграло, я уже, ну, как бы пересмотрела свое отношение тоже к этим пациентам. Потому что раз такой подход, и они уже, они в конце уже не говорили про то, что вот жаль, вот там вот, что вот не получилось. У них не было раскаяния, у них была одна цель получить деньги. Вот это прям прослеживалось. То есть они, клиника сказала, хорошо, вот генетики ошиблись, мы готовы вам возместить, компенсировать эти деньги. Да, то есть, да, мы понимаем, что анализ не точный, мы учитываем, что ваш ребенок болен, хотя клиника могла деньги не возмещать, потому что они подписали информированные согласия, где написано, и они расписались под этим, что точность диагностики не 100%. Вот, и клиника говорит, учитывая, что у вас больной ребенок на руках, вот, мы готовы компенсировать вам, вот, то, что вы, как бы, хотите за то, что мы неправильно сделали анализ. Но они захотели очень много денег, которые вообще, как бы, никак не оправданы. Вот, и вот стали менять. То есть, их уже не интересовало, что анализ неправильно сделать, потом они хотели перевести тему на то, что это вообще технология запрещенная, то, что, как бы, это приравнивается к клонированию и так далее. То есть, они себя повели не очень хорошо, на самом деле. Вот, и, ну, естественно, когда мы все объяснили, когда я все объясняла, что такое клонирование, что такое ЭКО, что такое премиционно-кинетическое тестирование, что существует мозаицизм в эмбрионах, я там статьи принесла, все, они потребовали с меня все дипломы, все конференции, на которых я участвую, насколько я владею там этой темой и так далее. Это был такой суд, он не один месяц шел, вот, и после того, когда все суде и всем все объяснили, уже прям с картинками, все это я в картинках рисовала, все, когда они уже разобрались, тогда уже было принято решение о том, что, действительно, вот, клиника здесь не виновата. Поэтому я говорю, что очень важно понимание людей, которые принимают решения и в суде, да, и люди, которые принимают решения в написании законов, они должны быть действовать сами, в одиночку, а все-таки все это должно происходить совместно с теми людьми, которые в этой технологии разбираются. И тогда, еще раз повторюсь, что будут выигрывать все, потому что путаница, что такое инсеминация, что такое оплодотворение, ну, и вот это все, что такое зачатие, вот, и это все приводит вот к таким, как бы, несостыковкам, непониманию и, в общем, наносит вред нашему общему делу, так скажем. Вот. Так, а вот они. Ну, вроде бы, вроде бы все. Я думаю, что если появятся какие-то вопросы у слушателей, еще люди будут слушать на YouTube, просматривать эту запись нашего вебинара, то мы с Валентиной Викторовной свяжемся и обязательно попросим нам помочь. Это только первое наше, так скажем, сотрудничество. Я думаю, что мы его продолжим и как бы решим те вопросы, которые нам сейчас в настоящий момент мешают жить и работать. Спасибо огромное. Хорошего вечера и берегите себя. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok